я приветствую всех на нашем канале сегодня разговор у нас пойдет о таком нетрадиционном виде подкормка медицинскими препаратами да да вы не ослышались именно медицинскими препаратами которые продаются в обычной человеческой аптеке вот их то мы и будем использовать домашнем цветоводстве вы знаете они настолько эффективны и хорошо себя зарекомендовали что я решила посвятить этому отдельный видео обзор итак начнем с самого первого это янтарная кислота уже очень многие садовод огородники особенно которые выращивают рассаду знакомы с этой янтарной кислотой производит ее из натурального янтаря и она является очень сильным стимулятором корнеобразования и развития растений то есть раз благодаря вот такому вот применению янтарной кислоты я могу с уверенностью сказать что растение начинает лучше расти у него укрепляется иммунитет но и на выходе мы имеем более здоровые растения также можно использовать янтарную кислоту раствор янтарной кислоты для замачивания семян и для замачивания черенков очень хорошо на себя вот зарекомендовала именно вот в таком использовании но могу с уверенностью сказать что в общем то янтарная кислота не является подкормкой а является дополнением то есть как основной вид подкормки конечно янтарную кислоту не стоит рассматривать хочу обратить ваше внимание все-таки янтарная кислота не является удобрением все-таки это дополнительное питание для растений. Как же ей пользоваться? Так как же пользуется янтарной кислотой? На 1 литр воды мы должны взять 0,25 грамм. Обратите внимание, у меня вот здесь расфасовка по 0,5 грамм. То есть на 1 литр мы берем и растворяем 0,25 грамм. Этим раствором мы можем и опрыскивать растения и поливать. Особенно хорошо на нее реагируют растения, которые ослаблены и остаются в росте. Второй очень эффективный препарат человеческий, который тоже активно используется в комнатном и, кстати, не в комнатном цветоводстве, это перекись водорода. Ну, о ней мы уже снимали и говорили очень много, тем не менее, все равно хочу сказать еще раз. Перекись водорода, когда вы ее добавляете, делаете водный раствор, то есть для полива растений используется 1 столовая ложка на пол-литра воды. 2 столовые ложки идут у нас на литр воды. И вот этим раствором мы поливаем растения. Причем можем поливать все комнатные, без исключения растения. Мы можем точно также использовать в саду, мы можем опрыскивать наши растения. Великолепно себя ведет перекись водорода в замачивании семян. Также она может помочь вам, если цветок вы видите, что он вас увядает или вы его залили. Вот перекись водорода в данном случае работает просто великолепно, беспроигрышный вариант. Обратите на нее внимание. Еще одно вещество это касторовое масло. Очень часто оно используется людьми для смягчения кожи рук или же для усиленного роста волос. Ну, применение очень широкое. И в комнатном цветоводстве масло касторовое тоже себя очень хорошо показало. Одна чайная ложка на литр воды и ваш раствор будет готов. Особенно, особенно на него хорошо реагируют все красиво цветущие цветы. То есть вот если у вас цветок готовится к цветению и вы польете вот таким раствором, бутоны будут крупнее, цвета у бутонов будут намного ярче и цветок, цветение, то есть продлится во времени. Это вообще замечательно. Попробуйте, вы не разочаруетесь. Следующий препарат, на который я обращаю внимание, йод. Ну, многие-многие садоводы-огородники его используют в своих приусадебных участках. И йод работает великолепно, действительно скорая помощь растения, но йод еще может использоваться как дополнительная подкормка в домашнем цветоводстве. В частности, если вы увидели, что на вашем растении образовывается, даже не на растении, а на горшке образовывается плесень, земля имеет какой-то неприятный налет, вот здесь вам поможет йод. Одну-две капли на литр воды и мы поливаем растение один раз в семь дней. Великолепно борется с мучнистой росой, грибковыми заболеваниями, то есть различными хворями. Если вы видите, что цветок плохо себя чувствует, увядает, земля не очень красивая и вот эти грибковые заболевания присутствуют, поливайте йодом. Как я уже сказала, одну-две капли на литр воды раз в семь дней. В той же пропорции мы будем поливать два раза в год, весной и осенью. Этого будет достаточно для того, чтобы у вас цветок чувствовал просто себя великолепно. Ну и последний препарат, который тоже из человеческой аптеки, это марганцовка. Марганцовка тоже наш друг в садоводстве, огородничестве и также в комнатном цветоводстве. Достаточно всего несколько раз полить слабым раствором цветы и вы увидите результат. То есть цветы чувствуют себя после марганцового раствора, слабо-розового, просто себя великолепно. Причем она еще защищает растения от различных грибковых заболеваний, дезинфицирует почву и является замечательной подкормкой. Но увлекаться марганцовым раствором я вам не рекомендую. То есть одного-два раза в год этого достаточно вот такого курса. То есть часто поливать марганцовкой не стоит. Я думаю, что вот такие советы мои пригодятся вам, особенно когда наступает период, когда у нас комнатные растения будут чувствовать себя не очень хорошо. Я думаю, что вот такие человеческие препараты с человеческой аптеки будут активно использоваться в вашем домашнем цветоводстве. Желаю вам, чтобы ваши питомцы зеленые радовали вас прекрасным цветением и изумрудной листвой. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и всем пока!